здрасте дорогая публика я вот беседую с паном челюскиным пан антоний челюскин это вот из польши день добрый вечер уже добрый вечер добрый вечер вечер добрый так вот сначала хотел ответить на острые вопросы зрителей какой там был первый вопрос на самом деле вопрос был нормальный вопрос был как мигрировать славянина в польшу вот я об этом расскажу на или над насколько знаю и был вопрос либо утвердение про восточную европу вот про это расскажем это все коротко про границы восточную европу чем она является до пару слов банди пару слов к статуте княжества литовского было видео интересное было молодой белорусин но рассказывал про белорусско-российские войны там была эта тема и и отвечу и расскажу про поляков на кавказе войске имама шамиля так но начинаем значит как мигрировать так как мигрировать так что я знаю на прикладе и на примере людей разных как это происходило и мигрировать данный момент сейчас идет война снова наилепий кто с украины потому что больше от это братья славяне они поддерживают людей кто приезжает вы можете переехать через границу через межу там где с 3 там не помню эти названия городов и в течение пяти дней лучше конечно лучше шибче быстрее пойти до лужонда и себя лужонда что это такое управа уже права управа представить себя права города или как там сходи воеводства правами места воеводства это уже выше это тоже нужно будет можно просто в городах повятах там где крупные поселки лучше конечно города и вы расскажете кто вы куда вы что ваши документы украинские повинны быть и там обычно в польше люди есть туманчик то украинского белорусский туманчик есть языки подобные у нас было это на видео и с этим не будет трудностей с белоруссией наибольший конфликт польско-белорусский не польско-россий сейчас потому что было помимо пока украина россия война то белоруси польша своя гибридная война с курдами иммигрантами с сентября октября то есть это и не закончилось и там ставят плод забор но белорусы многие кто прилетают особенно двадцатом году огромное количество белорусов приехала в польшу так что тоже легко с калининграда за россией тоже можно всегда мигрировать я не знаю как сейчас второй день кровавых кровопролитные войны но люди особенно с калининграда всегда приезжают я помню граньский консульство российской там всегда с калининграда множество людей вот они приезжают добро расскажу как мигрировать в плане техническом не отвечу что процентов но в плане как в смысле для чего кто хочет действительно в польшу кому действительно это интересно а вот если больше это польский язык так как в латвии тут не получится тут нужно знать польский само собой славянские языки подобные никто их не чурается просто вас не заразумеют если вы по-русски будете говорить если по-белорусски больше заразумеют но тоже не сто процентов я имею ввиду поймут вот лучше знать польский хотя бы почет почем так разговаривать хотя бы писать всегда может кто-то вам помочь google google тлумач там сейчас он работает уже лучше чем ранее меньше ошибок лексичная игра и семантических вот лучше всегда знать язык а два хотя бы аедон чтобы вы так могли контактировать второе вам понять то что польша на самом деле не такой о чем я говорил в первом видео не такой экзотичный иный край подобное все для славян до восточной европы менталитет подобный вы найдете людей поговорить также люди любят общаться мы разговорчивы не так как скандинавии там или германии больше люди говорят любят спрашивать не бойтесь если вас спрашивают откуда вы что вы здесь делаете не значит что вас хотят побить а просто интересно кто что там я к жизни когда люди спрашивают то есть в польши это означает добрый день как 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 дела если в америке не спрашивают просто так то больше если не спрашивают значит и они интересно всегда нужно ответить там и запытать спросить а ты альбо я клечи ну типа как летит я клечи люди часто ягды просто сотом сотом учебе спытаю сотом учебе реже реже люди говорят як справа и учебе это подобно на белорусский украинский як справа как дела но это реже в польше говорится это такой более всход не больше читается что это может быть даже украинизм формально ну вот упомянул языки я думаю я рассказал вот что борис он бы вы думаете если вы приехали в польшу если вы хотели мигрировать вы бы наверно пошли куда ну нет не хочу мигрировать в польше ну не знаю что надо вместо утаскать управу идти где-то искать да вот уже он пандали справ уж он у права лучших таких уж он демейский по и воде это тоже важно приводит труднее попасть там это я как губернатор вы идете до управ мисовых уж он мейский я говорю или на приклад уж он уж он праце это уже позднее когда вы шукаете працу работ а просто уж он място более място какое-нибудь не обязательно столица воеводства там может быть щедлицы на всходе пши мысль есть на всходе сейчас приграничный белорусско-украинский спина только белый сток сувалки везде уж он място вы просто идете спокойно и говорите кто вы что вы в рабочий час дня то есть поздно вечером там никто не будет с 8 до 17 16 0 0 а может сейчас больше вы завши всегда можете пойти и обратиться вот такой курс про миграции славянину славянин это хорошо больше любят славян вот и давайте ответим на вопрос восточной европы географический географическое питание вот человек сказал один по моему его ян тоже имели или джек ну там же какое-то свое имя на ю тубе что восточная европа она заканчивается как раз белоруссии украины есть такое такое географическое распределение как вы знаете борис да что когда-то европа заканчивалась по реке дом или днепр дом дом это так греки в их краях то вот четко вот вот это европейский берег это азиатский берег в их краях это средиземном море вот и в черное море вот он левый берег там где румыния болгария вот правый берег где колхида значит амазия ну а тут куда бац и все пролив а вот он керченский пролив а потом значит река танаис они называли танаис или танаи а не дон дон это называется дон да у греково называлось танаис или танаис не знаю как там даже город есть греческий ну руины его в смысле вот ну и получалось что вот например москва ли к востоку от дона находится значит это азия да ну и при петре первом петру как не хотел быть азиатским властителем он провел границу значит по уральским горам реке яик теперь это река урал и по так называемый кума манческая впадина это вот таскать севернее кавказа вот такие дела и вот он так вот но это довольно таки искусственное на самом деле деление но вот ну ну провел так вот отчетливой границы тут нет западные границы тем более например например турция также является европой и азию большесть турции в азии столица анкара на вот город измир а стамбул константинополь вроде европа а например также река яик я пометаю географии то и российской географии мировая экса там часть выходит на то что часть малая казахстану и находится в европе хотя некоторые говорят что европа она по границе россии идет до урала а целый казахстан азии но в евро видении участвует азербайджан армения хотя азербайджан все-таки азия некоторые считают европу хотя евро видимо там хиба там родина даже был израиль это уже не европа но нам важнее границы заход не так что есть такая классификация но вот даже в польше иногда и к европе и широтковый значит средний относится польшу польша германия дания чехия австрия не помню венгрии уже словаке нет поможет словаке еще но это одно из географических понятий который идет даже не от уралу если брать примерно от россии до португалии понятие ментальное я ментально и польша это восточная европа и это было даже на речь посполитой кто это писал может даже может даже ян блогаш литописец то есть это не передавалось этому великого значения люди себя воспринимали как восточная часть запада о чем борис говорил или западная часть востока славян как всегда будет есть еще другая теория слышал об этом что на вот даже в германии где берлин дрезден это относится к восточной европе а там уже западной снима нет средний есть конечно еще южная северная в плане восточной то есть это деление стран варшавской умовы варшавского умова после войны страны варшавской умовы чеха и словакция была една страна чехия чехословакция польша народная республика пдр венгрии булгары румуны все социалистические так заканчивалась польша греция уже было южный поэтому люди живем еще одно могу предложить в общем-то так сказать смешное деление европы на восточную западную вот у вас так сказать ворона какого цвета в польше черного и есть чем на темно-серый есть вот вот у вас у вас и черные темно-серые вот у нас только темно-серые черные у нас только галки они правда с ними вместе в одной компании живут а вот туда вот вот видите уже начиная у вас у вас появляется уже смесь такая значит двух популяций черные и серые да и бывает даже так пёстрые какие-то не да 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 вот раньше это граница проходила несколько дальше она где-то по германии проходила и как раз принципе вот восточная германия там были серые вороны а западная германия черная вот тут между ними такая узкая полоса где была смесь этих ворон вот но теперь ты продвинулась теперь на запад продвинулась это черта расселения ворон и не знаю по какой причине и где-то далеко за уралом там тоже для типа вот туда в восточной сибири там тоже ворона черная такая деталька на темат ворон я не ориентологом но ворон я в москве был на приклад метро алтуфьева и первого там есть под под мкадом нагорный не карабаха с другой что по москве нагорная там видеалом черный ворон ворон тоже есть в россии ворон это не ворона ворона такая большая птица у нас ворона 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 а ворон круг так что у нас серая ворона и черный круг так что может быть тоже самое то есть у вас черный круг а ворона серый у вас да сколько я знаю вот еще западнее там уже ворона черная есть и вот узкая полоса дам день и пирам и смесь на 2 так сказать вот иран не пород такая маленькая маленькая деталька проворон и вот как раз в восточном блоке серые вороны в западном черные были чтобы остановимся на может восточный блок как восточная европа и географически все-таки польши тоже восточная европа но по некоторым причинам можно и отнести к из швотковой европе географично если брать целый европейский континент но в уголе и так то европа придумали греки слова европа там где греческий вплыв влияние был греки много чего имеют в нашей культуре философия любви гео византизм в основном православное христианство это катрицизме тоже есть греческие вплывы греки крым является греческим вот в россии украине спорят а ведь это греческое наследие но еще и турецкая турецкая империя вот хотя в польше у нас есть не один историк говорил что была речь посполитая времена уже не 16 века початок 17 когда под камень с подольским еще войны с турками не настали были с крымским ханством там были поляки в городе джанкой даже вот так что было бы речь посполитая сейчас вы может иначе было бы геополитика но посмотрим вопрос был просто тот княжествует литовского я так эту тему добр живетую про беларусь даже где-то я себе написал чтобы не ошибиться что статут княжества литовского находится в могилёве имеется статут 1588 года статут свод законов статут великого княжества литовского свод законов на старо белорусском языке старо белорусской мове так что я не пробила русскую пропаганду не 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 сейчас не говорю это просто факт то есть в россии люди почему-то говорят русский язык но некоторые хотя там русские они не поймут о чем написано больше тоже кто-то говорил про польский свод законов но нет это белорусский язык он назывался старо белорусский он от белорусского современного практически не отличается и можно это все увидеть на властной очень есть написанный латиницей белорусской он все равно белый с написано по польску но это был ольшанской летописи перевод на польский язык то есть это был перевод для речи посполитой для польскоязычных а есть перевод на русский язык кивая за переводом девятнадцатом веков линии кто-то перевел статут то есть оригинал он на белорусском языке это вопрос о происхождении языков о чем я говорил что вот есть факт все можете узнать привозили еще на пятьсотлетие белорусской письменности в минск это было три года альбо два назад статут так что статут великого княжца литовского один из авторов ян сапега инший был кроль зигмунд тшечий сегизмунд тогда уже приходил к власти речи посполитой вот это были те времена так что статут княжества литовского написан на белорусском языке это исторический факт вот ну и давайте расскажем про поляков на кавказе как вы думаете как вы знаете борис анборис что война кавказские в россии были в девятнадцатом веке так я могу историю долго продолжались до 19 это вы начались то они еще восемнадцатом веке до вопрос к тому что я знаю историю и россии тоже историю польши больше всего за речи посполитой могу знать даты меньше может вы знаете больше о том но начнем с того что по польски было повстание листопадова ноябре 30-х годов 30-х 31 год она потом длилась это было польское польские восстания и кавказская война уже перед этим были какие-то столкновения но развивалась с химомом шамилем она позднее 30-х 40-х или на 50-х годах то что важно помнить что была еще кавказская война с черкесами адыги шапсуги черкесы это все черкесский народовость и там были войны на где-то на вот река кубань казаки черкесы до сих пор там эти территории в адыгее я был один раз общался с адыгами у них свои мартирологии войсковые то есть они описывали керчь не керчь и новороссийск тупсе что это черкесский территория данное название тупсе она подобно до шапсукский язык адыги хабзе тупсе они где-то существительные они кончаются на сэ наше там этих языков не знаю так добрши как славянских но это я читал книгу есть конечно свои там преувеличения везде есть своя мифология но в том что черкесов наверно больше тогда жила на этих территориях и адыги это тоже черкесы просто как от под этнос шапсуги адыг вот и поляки на том территории может и были но так вышло что больше было польских воинов в территории войск имама шамиля не имеется ввиду что там шли именно с польши люди в мусульманский имамат что больше христиане а это были люди с царской армии были часть поляков которые были царской армии всегда и также воевали их брали брали дужу рекрутов как раз польских земель вот и были люди которые уходили и маму шамилю и об этом эта теория не очень популярна думаю в россии наверное вообще не знали больше тоже не сильно я думал интересно упомянуть есть факт есть конечно легенды преувеличения но есть некоторые факты опишем вот на темат на темат но о чем я уже сказал наибольше всего но это были поляки солдаты и даже малые офицеры офицеры войска российской империи вот наибольшие они зафиксированы были в село введено и самашки это ичкерия да ичкерия чечения больше называлась течение там где чеченцы значит что может быть поляки больше были у чеченцев чем у аварцев или других дагестанских племен про ингушей там особо не сказано на были еще поляки в среде осетин и тут не только тема царматизма и легенд происхождения польского этноса а также что осетины там были как и пророссийские так и часть них тоже воевала имама шамиля осетины в уголе у них религия разная вы наверно знаете что православная часть больше есть дегорцы мусульмане которые тогда были войске имам шамиля кударский тоже православные южная осетина есть там люди которые верят свои верования и еще зауважил я что осетина я их просто знаю лично что они верят святой георгий вроде христианский символ но как-то по-своему так же как в грузии вот святой георгий какой-то как свой бог вообще на в кавказе есть и так само я проявление инших этих я когда был в адыгее не в майкопе а в тех селах адыгейских и там новомихайловский краснодар край и в тех они по ментам название короче адыги мне рассказывали что некоторые они мусульмане некоторые кто-то даже был христиан в рост но они верят в бог божь богов в силу предков богов то есть и как это называется по-русски они язык что так так язык о язычество его сети тоже это есть восточный кавказ он принял ислам вас не и отстаивал там от чечня дагестан завши всегда такой был и может ингушей тоже таких территориях и западный кавказ и осетия там язычники были есть до сих пор либо люди это смешивать просто подобная к россии масленица или в польше день умерлых хотя это день в западной европе хэллоуин тоже съесть сопоставление с церкви но он как языческий праздник но меньше речи добрый расскажу такие факты дать что было несколько авторов я наиболее знал их польских и современные например пётр громадский на если вдруг кто-то польский язык знает может все это прочитает либо википедии там переводы не знаем сколько достоверно пётр громадский писал праздник чечения это течение 1999 года потом был ян рэхман это один из старших ян рэхман он писал о поляках на кавказе польско-кавказских стосунков таких отношений это было 1831 год во время повстания того уже он думал что на кавказе что там тоже повстания и у них может поддерживать поляки есть рафлбергер я его лично знаю в бытгощи в польше бытгощи это польский мусульманин это может дивно странно да в польше сильно религиозная страна католическая но это польский патриот просто он у него турец татарские корни или как с тех польских татар которые и он пишет о мусульманах войску польским и там тоже вспоминание может быть о поляках на кавказе с этого повода бардек барановский автор более современной были еще авторы prl но есть среди них конечно разные теории например кто-то кто-то писал о 7000 поляках войске и мама шамиля ну смотрите но это не могло быть 7000 поляков могло быть в царском войске это наверное меньше то время не только личность войск было меньше все-таки поляки тоже было мне 6 народов и меньше чем самих россиян и даже народов сибири или я киньше так что наверное разные привлечения кто-то писал там еще о иных и что есть также привлечение что гвардии так и крылатый гусаря в гвардии мама шамиля был польские охранники но это не думаю это мифа творчество вот но поляки были действительно войске мама шамиля были по разным причинам и об этом было даже вспоминяно какого-то чеченского автора то что я говорю я не знаю какой там народность но видимо поляки с чеченцами больше находили общий язык вот они с аварцами я это сказать точно не могу но говорю они были в этих территориях чечни в основном село ведено самашки была какая-то история про поляков гудермеси это ну не знаю так гудермес называется как правильно сейчас так и называется гудермесер ну я мая просто могу прочитать не так выразить иначе и из таких имен которые зафиксированы в источниках источниках я знаю так 5 амурат кричинский то есть он сам был польским татарином который был мусульманином и видимо еще больше ему это притягивал перебежал туда был по моему инженерный войск или что-то с оружием связано о нем писано мурат кричинский юзеф чик юзеф джик это жунира обычный солдат возможно у него было другое назвиско дик это переводится як кабан на русский язык дик вот больше было написано орусецким русецкий панрусецкий имя я не помню то что в тех источниках было только фамилия возможно это есть имя ян русецкий по-моему даже в российской послужной список есть там названа дезертиры перебежчики это действительно так что поляки дезертировали там также и российские салаты дезертировали в горы тут не было сочувствия именно кавказским народностям более там именно мусульман а то что это какая-то своеобразная вольница на приклад от отойду от темы казаков сейчас окрешляют как прожитворение царской власти они такими стали только времена николая первого александра чечка казаки долгое время у них была своя казачья вольница и терские казаки ставропольские они жили разом там с народами кавказа если у них были войны то между собой они не воевали за царскую россию даже как кавказские племена не все черкесы воевали за турцию когда это было турецкой территории а у них также как из россии с руками тоже были какие-то восстания скажу какие-то потому что сейчас не говорит у другая тема вот но такое было такое было тоже и калиновский русецкий салагуб салагуб казак кто-то нас сказал что он был с поляками на эту казацкая назвиска либо либо украинская но кубанские казаки возможно тоже были перешел на струну имана шамиля вот еще был интересный человек его нас это в чечне тоже называли исмаил бег но его назначенное имя было юзов юзов и исмаил подобное поэтому назвали исмаил измаил бег юзов петрушевский вот юзов петрушевский один из тех кто был введено и он был в том войске был в инженерных тоже войсках в артиллерийских и действительно служил но он наверное его приняли там как свой но он не был в гвардии мама шамиля потому что а из-за мемуаров подрался с кем-то там потом он женился на местной девчине там по чеченка или кто ну и стал там жить его при или как своего было ли он мусульманин или католик об этом не сказано скорее всего был католик больше это важная религия просто так как воевал с ними вместе и он остался там так что вот пять-шесть имен я могу назвать больше очень много не могу я приверзванец того факта себе даже заметку делал что были здесь на войске думали шами и мамы шамиля поляки были идейные и не воевали они там за ислама только за вольность свою за нашу и вашу и больше старый символ повстания как раз листопадового это было и после повстания листопадова ну как забирали рекрутов молодых тоже поляков которые может быть по стане не участвовали но они были враждебной царской власти царская власть им было враждебно было ведь во времена повстания было и цивили цивильные люди убиты там когда был суворов это военное время это не то что осуждение или что-то просто суворов это еще восемнадцатый век это не тридцатый значит я ошибся его был какой-то из таких из таких знаных сейчас скажу скажу там был варшаве я за не познать я думал суворов это сам паскевич может быть хотя у него как будто белорусская фамилия но были такие был такой какой-то рокшин был еще муравьев но это уже в белоруссии он больше был больше стычневом повстанию 1863 года она была еще больше повстания когда был казнен калиновский но калиновский это больше белорусский герой вот а калиновский на кавказе это другой был поляк тоже калиновский по-моему роберт его имя один из тех так что рассказа я еще про ручинского могу сказать что ручинский еще одно из тех назвисок которые источники подтверждали что он вроде вообще был взят в плен не то что он сдался и не то что он пришел на помощь как-то взял в плен и видимо там уже перешел на их сторону то есть не значит что он боялся но это не так героически как некоторые преподносит просто оказался там но может не хотел воевать российской империи напевно и остался там а может быть не видел что робить вот а такие как тот калиновский там салагуб или юзов бей но это были люди которые хотели воевать на стороне кавказ юзов бель это юзов петрушевский як что его называют из моего июю я из моего бег или спорил бей там по кавказскому как то так это означает там еще в одном из них было приставка к юнах это наверно опять чеченского и ингушского языка уж кто-то комментариях ответит у нас как-то кто-то был соседина в комментариях вот мне интересно чтобы тоже больше людей разных этносов народов нас послухали послушали вот может что-то напишет а я также думаю что не было такого потока мигрантов которые именно на кавказ шли через всю российскую империю с польши там и там вступали войско вот просто то что да поляки воевали и в каких войсках инженерных и артиллерийских а возможно что просто на артиллерии не знали на кавказе с этим спшентом а с польши как раз люди умели работать с порохом и взаимно было выгодно вот и возможно что сейчас я говорю возможно конечно в истории лепестка и точно но из-за разброса информации я думаю что было поляков либо десятки либо сотни но не 7000 и не больше больше быть не могло но они были в том войске были по разным причинам были и идеологично и оседлили как один женился чеченки другой там погиб третий потом этот который калиновский его жизнь забрали знаем он признался что он там был вот и там были другие тоже поляки с ними но с ними но там больше было и обычные русские и украинские банки люди так что чечне например могли не 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 разделять кто из них только один чеченский автор упоминал поляки лихичи некоторые думали что это все казаки тем более похоже все войско пасту мундур такой же самый была еще легенда о синих беретах от легенды но они не могли с берет это возможно просто одно из российских мундур они были темно-синие шинели и темно-зеленые если не ошибаюсь может быть вы знаете лучше нет лучше не знаю но они тоже эту тему я знаю нас настолько насколько знаю то есть зеленые шинели вам более офицерские такие темно-синие мундурки они же перешли из российского войска в чечне может быть восприняли что они с какого-то другого польского пришли на помощь так что это все народные легенды они так базируются но зерно як по-русски да рациональное зерно что так были в польше после вас повстания ноябрьского листопадова у нас называется были против власти российской империи были люди идеологичные так як юзеф дик или один из тех авторов похман который писал о польско-кавказских отношениях сосунках которые поддерживали имама шамиля и хотели там волчить ну значит значит эти люди были и добровольцами но перешли они туда из войска российского а не из польши которая тем более была потеряна между россией пруссии австрийской империи вот так что такая тематика вот если только можем мы сейчас это все что хотел сказать но можете я в интернете попробую найти и показать может какие-то фотографии или картины покажите конечно давайте только на секунду я сам это все включу а я вам сейчас давидом возможность показывать благодарю вас на кавказе а вот засланцы на кавказ я пока только открываю себя а зараз и вам покажем вот есть киньше имена значит я не все рассказал возможно так шерп экран так видач делает уже видно так видно так есть польза мигрант из ланса на кавказе приклади матеуша горлевский у людвика юзефа динске был о петрашевик нету инший тут такие засланцы а тут интересная тема поляк грузин два братанки ну два брата братана по-польски братанок это братанна вот тут про засла засланных поляков на кавказе их высылали туда тоже помимо вот важная тема помимо из войсковых поляки которые были высланы там и там находились может быть по страже может быть поселениях они наверное контактовали с народностями аварцами даргинцами и иными и возможно поэтому действительно и не только с войск российского как засланные приходили к ним на помощь против империалистичного когда было так это называлось вот тут история еще про же россии времена петра первого уже двигалась струна кавказа это наверно имеется ввиду северной что россия в дербенте она оказалась позднее вот это было времена еще войны с перским шахом аббасом когда был взят дагестан дербент махачкала так поляков о депортации видно так тут а я могу перевести депортация польских засланцев кавказ польские засланцы переселенцы ссыльные ссыльные но более так сильный он так что вы уже разумею знаете уже языки но перевод в талмачение сменчение это значит усталые начали на месяца и до пшиви украшения но положение драматично не денег ничего работы нету и они там на кавказ поэтому они начали вот тоже в стопне кто же залежал до гарнизона российского войска то есть либо был войске либо его там войско пильновала но следила за ними поэтому позднее они убегали а сейчас зломаны тататк или шавдосланцев так что тут написано еще и о грузии чтоб переходили там жить в грузии это немного другое но были были сынные сынные поляки на кавказе не знаю сколько это правдивая написано поляцы кавказе ум это кавказские люди на фотографии ну трудно сказать вот это вот ну вот этим 2 справа в светлый это и папахи он как-то больше похож на поляк вполне такой же нос тоже был мажливом что они там просто фотографии же у них было мало есть одна фотография про поляков на кавказе она является я сказать ложный фейк что там конница на самом деле это был один фейк а есть которые правдивы а зараз у нас так много информации что человек может сгубить может не найти 21 век век информации информационный войн так черкесы черкесскими войску тоже были поляцы он там больше было с казачества черкесский черкесский черкеса это западный кавказ не это портрет шамиля шамиля шам был рыжий руды борода имам шамиль какой-то дед дитё ладно вообще тут ай географично можно взглянуть что нам тут видать грузия армения дагестан южная осетия северная осетия вот тут грозный есть гудермес или выше самашки что-то это больше вот в этих территориях тут и да и тут были польские польские войсковцы приняты в этих территориях вот тут насчет авар что в дагестан аварцы больше тут живут туда или сгины иншей народности может кто-то и был но видимо поляцы были в первую очередь течения там везде так что вот текста что еще тут валяться на кавказе во это современное что-то лишивших часов добра до сих пор есть так что вот смотрите может быть хаотично все это показал вернусь в зум скажу пару слов что хаотично это сейчас показано есть поляцы в кавказе и в польше также с польши были в советское время кто-то приезжал наверняка или время после военного в грузии можно найти поляков грузинских можно найти как само украинцев грузинских а те поляки войска шемеля они ассимилированы однако они ходят легенды легенды есть разные есть привлечение про 7000 там про какие-то организации синих билетов это все трудно в это уверить но факт в том что действительно там были поляцы были есть исторические документы возможно эта фотография тоже была с тем одним из тех поляков я перечислил есть еще иные назвиски это интересный момент истории то есть у нас опять же пока наш был какой-то шотландский доброволец доброохотник в войске черкесске но это уже другое это такие добровольцы также как из россии европе в южной африке служили там в англобургских воинах а тут мы имеем отношения с теми поляцами с войск российского или засланами на каторгу кавказ так что были наверное поляцы которые остались служить и царю и так получилось что в этой войне даже поляк против поляка мог воевать вот в той войне кавказской вообще войны но это суть человека она всегда будет война и когда в польше война продолжение политики у нас так говорят вот но видите войны сегодня у нас второй день и другой их войн люди воюют люди действительно действительно это война то что телевизоре может не показывают но бомбы меня я знаю пара знакомых там 1 под уманье умер то ли дядя то ли какой-то знаю мы человек умани украины в луцке тоже были бомбы потом там получается это как российские путинские войска они из беларуси тоже входили до украинский был ответ тоже в я читал российские новости и украинские что-то еще но также у нас в польске говорилось что самолет там в воронежской области что это украинские был ответ и он там поэтому не то не сам упал а из-за ракеты но посмотрим что будет дальше у нас в польше в польше такое тоже положение потому что польша граничит из украины из россии к ленинград к вене кролевец и под луцком был выбух а луцк близко польши 90 километров и сейчас было наверно будет какое-то усиление войсковые там и а тем от кто говорит слове на мигрировать польшу не знаю как это будет происходить сейчас труднее кто из россии может быть счет некоторых стран переводят деньги на польские банки или тем более на какие-то немецкие банки некоторые не все кто не может теперь что там что-то отключено так что смотрите какие-то пути там других переводов денег если кто-то кого-то я знаю в польше дужу много россиян працует работает с калининграда много но есть из омска люди с нижнего новгорода одного человека я знал но с ним близко не общался так что так так и есть нужно следить ситуации что будет далее вот ну и думаю что тема поляков на кавказе не не исчерпана я просто рассказал все что я я знал как историк больше а кто знает больше кавказ может что-то комментировать даже смотрел осетин и может нам кто-то смотрит с течения дагестан или русские люди кавказ живет всегда очень рад комментарии прошу людей больше комментировать если даже не согласны пишите свое мнение не согласны и опиньи но комментарии больше потому что я мы видео записываем а позднее пан борис вставляет позднее а я не веду не знал тоже я не так разбираюсь с ютубом но один раз я зашел был белорусский хлопец он а белорусские интересные белорусские российские войны да так и было и я познашал что там есть чат люди пишут вот если что вы смотрите наши видео я чат и не вижу я записал это в честь заранее вы лучше пишите комментарии под видео все прочитаны и скажем много а я желаю как без всякой лицемерия от души от сердца считаю желаю людям больше мирного жизни особенно восточной европе хотя война тоже неизбежные вещи не будем как сказать я реалист я говорю реальные вещи что я думал что так и будет но у нас сейчас польше еще другое больше с белоруссией вот эти отношения с лукашенко может быть будут провокации посмотрим как будем дальше развиваться вот но славянские люди по повинную с полпрацем друг другом повинны договориться ну и дай бог говорится понятно дай бог поможет как говорят все будет нормально дай бог дай бог что все пришлось ну вот спасибо вам пан антоний динку и борзу так сказать так сказать прошу панство значит оценить нашу работу лайк поставить вот прошу вас всех комментарии про кавказ комментарии вопросы но вот надеюсь что тут вот такой у них некоторых нетипичный для моего канала пласт информации по появился поднял поднялся плугом зацепили да вот подняли новый пласт вот так что информация правит миром никакой деньги ничего информация информация эта информация но для пожертвования у меня есть внизу реквизиты так что поддержите мой канал ну всего доброго дома за ним рукой доведение вам